Эдмон Растан Тихая библиотечная жизнь – это не для них. Столичная библиотека искусств, как и в эпоху до появления интернета, востребована читателями, для которых по-прежнему книга незаменима. У нас все-таки библиотека специализированная по искусству, фонды ее уникальные. Есть книги, которых нету даже в публичной библиотеке, театральные коллекции и фонди, которые собраны. У нас же сейчас передана коллекция нам Сергея Лефаря, а помимо всего прочего собраны уникальные коллекции профессора нашей театрального института. Леонид Криворучко, театральный критик, искусствовед, исследует историю проблемы украинской и мировой театральной режиссуры. Успешно соединил два своих профессиональных увлечения – театр и книгу. Бессменный руководитель специализированного отдела литературы по вопросам искусства публичной библиотеки имени Леси Украинки. Им и его командой собран бесценный книжный фонд, изданы фундаментальные библиографические справочники по искусству, создан уникальный проект «Библиотека плюс театр». Если здесь готовится книжная выставка, то она, как и сам театр, будет эмоциональная и живая, раскрыл секрет успеха неутомимый вдохновитель Леонид Криворучко. У нас выставка как театр, то есть в выставке есть конфликт, есть разные начала, так пытаемся делать и представить все искусство. Если эти искусства можно оживить путем привлечения актеров, которые, слава богу, у нас здесь появились. Как только он придет, скажите, чтобы меня он подождал. Александр. На самом деле, актер учится, надо учиться на больших произведениях и на больших авторах, потому что есть куда подключаться. Чтобы мы смогли действительно сыграть что-либо, нами сделанное, без всего. Вот даже в таких условиях. Теперь из слов ее, из пламенного взора, я понял, наконец, что я ее любим. И мне кажется, мы можем сыграть в любом этом месте, потому что это правда, любая площадка, она меняет абсолютно все. Вот и столичная библиотека искусств изменила представление о себе подобных и беспрецедентно стала лауреатом театральной награды Киевской пекторали за успешно проводимый эксперимент. У нас же как бы уникальный сейчас организм, эта библиотека. Наверное, впервые в истории Киевскую пектораль, театральную премию получает библиотека за создание театра, театральной мастерской Ружковского, который у нас создан. Это эксперимент, которого не было никогда у нас. Это уже какой-то совершенно иной, новый организм получился. Потому что мы уже как бы не представляем себе жизнь без этих ребят, без театра, который у нас стал просто репертуарным. Репертуарным. Уникальные книги. Я любви своей, мне говорит, смольфою! Прекрасно! Театральное представление, знаменательные даты – залог того, что в библиотечных залах всегда людно. И уж если это будет юбилей мировой книжной знаменитости, то в библиотеке искусств непременно будут и творческие сюрпризы. Французский писатель Эдмон Растан и его бессмертное произведение «Сирано де Бержарак» стали героями встречи со зрителями. Они меня тоже пригласили, приехала я из Франции. Совсем недавно проходила «Киевская весна» в Париже, и вот эта вот дружба и обмен опытом очень интересная. Мировая оперная режиссура, мировая оперная сцена и балетные лектории. И в теме Растана это все сошлось. Некоторые его считают мелодраматичным, а на самом деле он действительно новатор. Но это вот совершенно что-то необыкновенное, когда он Александрийский стих стал делить на реплики. Такое не бывало в драматургии. Ну и, конечно, соединение комедийного, гротескного и трагедийного начала в одной пьесе. Это тоже очень большая редкость. Эдмон Растан в историю литературы вошел главным образом как автор героической комедии об известном в свое время поэте, философе и дуэлянте Сирано де Бержараке. Эта пьеса обеспечила ее автору мировую славу и за 120 лет существования дала импульс для создания произведений в разных видах искусства. Театр, кинематограф, опера, балет. Есть новый этап в жизни Растана и в жизни Сирано де Бержарак. После мночисленных терактов страна была находилась в течение нескольких лет в таком театральном трауре. Сейчас она ищет и ждет любви и Сирано фактически на всех сценах Парижа. В разных интерпретациях, но всегда с этим восхищением к любви и этим персонажам. Я больше не дрожу. Не знаю я смущения. И с вами говорю, как будто в первый раз. В начале 90-х одной из интереснейших интерпретаций пьесы была постановка в Парижском театре Мариньи, куда на роль Сирано де Бержарака был приглашен Жан-Поль Бельмондо. Не раз сорвать звезду хотят мои мечты. А вместо этого цветочки я срываю. Но право иногда приятные цветы. Нет, нынче вечером я к звездам улетаю. Не говорили так со мной вы никогда. О, Сирано, герой наш! Я не поверю в жизнь. Иди сюда, Каналия. И все нам расскажи. О своем сражении. Да, расскажи. Довольно. Как выглядела история знаменитого «Гасконца» в кино, зрители узнали из фильма, где Сирано де Бержарака сыграл Жерар Депардье, получивший в 90-м году за эту роль приз Каннского кинофестиваля. Да, наконец, я быть другим решился. Я буду хоть на миг теперь самим собой. В оперном исполнении образ Сирано создавал выдающийся тенор Роберто Аланье на сцене французского театра в Монпелье. Особенно интересна балетная трактовка материала, где нет слов, но емко и точно передан сюжет в постановке французского режиссера Ролана Петти. Костюмы здесь создавал и в Сен-Лоран. Что ж, Сирано де Бержарак — одна из самых красивых пьесы любви о чувстве, способном на великие жертвы. Многие поколения зрителей аплодировали смелости и остроумию отважного гвардейца Сирано. Вот выставка начинает оживать, все видите. А сейчас мы дадим слово нашим молодым артистам, представителям творческой мастерской Ружковского. Мой друг, ты бредится. Нет, говорю тебе, довольно, я устал. Довольно прибегать к постыдному обману. Бояться и дрожать, по-твоему, ребят. Твердить, что в алюби неловко подсуфлёра. Довольно роль играть. Наконец мне это надоело. Уже ли так я глуп? Ну что же, поглядим. Проявить находчивость, обыграть отсутствие декораций, импровизировать в предлагаемых обстоятельствах, чем не мастер-класс для будущих артистов. Ну говорите же, скорее я вас молю. Я жду поэзии, мой друг. Мы сами себе это создаём. Вот мы, ну да, нужно там было сделать балкон. Мы его соорудили, вот и ширма, которая была из куба внизу поставили, там тоже где-то нашли. Это должно быть всё легко, просто вот так вот. Без всего мы берём и делаем то, что мы можем сделать. Страничка вашего романа, о чём сегодня будет говорить, вы спросите его о чём-нибудь, конечно. Не вздумайте ему открыть. Не то на вас сердит, а буду вечно. Я буду ним. Это весело, когда есть какая-то свобода передвижений, ты на ходу уже как бы соображаешь, что вот можно с этим поманипулировать, можно вот здесь чего-то сделать. А на, нет, всё равно не покидай, нет, 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 сударь мой, теперь уж говорите сами. Для меня это был огромный кайф. И когда ты в первый раз именно играешь этот отрывок, ты понимаешь, что зритель, оно получается живое, потому что ты не знаешь эту площадку. Буквально получается, правда, дворик Оксаны, когда мы сюда пришли, и я не знаю, а может там стоит где-то рядом фонтанчик, может быть где-то там ещё камень какой-то. Особенно с фортепиано играться это было классно. Давай, не бойся смело, я останусь здесь, подсказывают слова. О, я... Постой. В библиотечном зале на маленькой импровизированной сцене начинающие актёры из мастерской профессора Николая Ружковского самозабвенно объяснялись в любви, ревновали и отчаивались вместе со своими героями. Выслушать меня я заклинаю. Не, вы обожаете меня, я это знаю, нет, нет! Ступайте прочь, довольны. Ты, ты смех. Вечер поэзии Растана, чтобы напомнить миру о таком прекрасном поэзии. Дело в том, что мы правда сами любим это произведение, и нам было очень с радостью это сыграть. Вот это и был, собственно, экспромт. Это было так здорово и душевно. Это замечательный момент опыта в профессии, и нам не пришлось для этого прикладывать, ну, какую-то огромную часть усилий. Оно осталось в нас, и это то, что называется работа душой. Не говорили, вы так никогда со мной. Бросим факелы, амуров, луки, стрелы. Оставим пошлости и будем просты, смелы. Оставим те духи, к чему они весной, когда нам ламп дышит аромат весной. И жажду удалять не будем мы ликером, когда пред нами есть целебная река. Будем те дышать свободой и простором, ведь жизнь так хороша, ведь жизнь так велика. И в начале, ну, когда нам дали этот отрывок, я очень осторожно отнесся. Я помню свою первую запись, я все равно, потому что я совершенно не понимал. Мне кажется, что, ну, и в целом люди уже не понимают, как настолько можно отдаваться. Ведь это же стопроцентная самоотдача. Он жизнь отдает ради любви. Проклятие страстного и красноречивого сиранозь его чрезмерно большой нос. Однако непривлекательный внешний типаж никогда не отталкивал актеров от этой роли. Смерть стала бы подарком. Теперь я умер бы, да ты зовешь. Тебя вдруг охватила страсть и дрожь по тоне моей в любовном яде, сладкому. Да, я дрожу, я плачу. И по сей день Сиранода Бержарак одна из самых желанных драматических партий с ярчайшими монологами французской драматургии. Почувствуешь ли ты, скажи мне, дорогая, как вся душа моя, томясь изнемогая, от силы чувств моих летит к тебе в тени слова любви мои сжигают вас они. Да-да. Эдмон Растан для меня — это полет. И вот эта французская вообще драматургия, которая уносит, уносит от чего-то здесь обитающего нашей бытовой жизни. Его друг сказал о том, что в этом городе, в Париже, есть девушка, которая очень красивая. Он ее описал, и Кристиан в нем влюбился, и приехал из своей провинции, приехал за Роксаной, ни разу ее не видел. И он уже в нее влюбился. И когда он ее увидел, он просто был в шоке. Сцена — это, в принципе, надбытовое существование, но это какой-то особый-особый полет, потому что есть что-то более высокое, как чувство, чувство, чувство любви, чувство радости, чувство счастья своего и в слиянии со своим возлюбленным. Ты победил меня, я жажду, поцелую, иди, шиди ко мне из уст моих сорви пленительный цветок таинственной любви. Цветок любви, прекрасный, горделивый тебе, раскроется с улыбкой, стыдливый, нет больше сил, устала я в борьбе, миг бесконечности, возьми его себе. Это совершенно другой уровень сознания, потому что мы живем на достаточно бытовом уровне. А этот человек, который отказывается от своего «я» ради... И вот он по-настоящему счастлив. Мадам, вы не дослушали свою газету. В субботу, сентября 16-го дня злодейский был убит поэт де Бержерак. Что с вами сделали? У нас смешница судьба. Герой гимнет, но пьеса заканчивается победой человека, гимном человеческому разуму, гимном одиноким мечтателям, которые ведут борьбу за свои принципы до конца. История подтвердила. Героическая комедия «Сиранода Бержерак», написанная большим поэтом, это подлинная вершина творчества Растана. Парижан играет его легче, да, но театральная культура — это культура больших, глубоких, драматических чувств. Поэтому большое спасибо ребятам, их режиссеру и, конечно, театру. Редко кому с драматургов удавалось соединить три начала комедийные, гротесные, трагедийные в одном произведении. Это очень сложно. И, конечно, он не был архаистом, а был новатором театра в своем времени. Мы видим по этой выставке, которая, надеюсь, сегодня ожила, сколько все равно в мире, в разных искусствах. В современном технологичном мире кому будут интересны книги и библиотеки, удивится заядлый интернет-пользователь. Леонид Криворучко уверен, пока человек мыслит, книга будет жить вечно и всегда будет интересно, а театр — ее верный спутник. И у нас были и без театра люди. Ну, конечно, с появлением театра произошло большое оживление библиотечное тоже. Библиотеку знают, любят, к нам приходят, читают. Книга так же не умрет, как и театр не умрет. Сама по себе книга никак не может умереть, потому что это тоже произведение искусства. Какие великие художники графики делали книгу. Когда есть художники, когда есть дизайнеры, обязательно будет жить. Редактор субтитров А.Семкин